Дорогие друзья, здравствуйте! Мы приветствуем вас в прямом эфире Московского Дома Книги. Сегодня у нас уникальная встреча. Вот человек, который появится буквально через несколько минуточек здесь у нас на ваших экранах, в нашем аккаунте. Это, конечно, уникальный человек, практикующий врач, ученый-психофизиолог, автор уникального синхрометода «Ключ» Хасай Алиев. Он сегодня представит книгу «Метод-ключ от комнаты страха твоего мозга. Заставь стресс работать на тебя». Психофизиологический метод управления состоянием уже много лет активно используется в подготовке сотрудников, силовых структур и энергопредприятий, спортсменов, космических испытателей и людей, работающих в экстремальных и напряженных условиях. Ключ был использован при подготовке военного персонала к подъему Курск и испытателей международной космической программы «Марс-500». Мы ждем на прямой связи Хосея Магомедовича. Так, я сейчас посмотрю, может быть, он уже... Так, он у нас здесь. Так, отлично. Добавляем. Отпринимайте, пожалуйста, запрос. Принимайте, пожалуйста, запрос. Ждем Хосея Магомедовича. Так, у нас... Почему-то идет ожидание. А, все, отлично. Добрый день, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Какая интересная у нас сегодня будет тема, уникальная. Представляю вам, дорогие друзья, нашего гостя. Мы поговорим сегодня о его книге «Метод. Ключ от комнаты страха твоего мозга. Заставь стресс работать над себя». Доктор Алиев, Хосея Алиев. Еще раз вас приветствуем. Я очень много посмотрела уже о вас и в интернете, и в видеоролике. У вас есть свой канал. Потрясающий, конечно, опыт. Огромнейший у вас в этом. И я начну, наверное, с вопросов. И если будут вопросы у наших зрителей, пожалуйста, пишите. Буду тоже задавать из чата вопросы. Итак, первый вопрос такой. Суть метода «Ключ» в подборе действий, соответствующих текущему состоянию. А вот как правильно определить, чтобы подобрать эффективнее упражнение? Как правильно определить свое состояние? Там есть главная проблема. Принцип подбора путем перебора. Как промеряют ботинки в магазине. И там, допустим, много разных движений, много разных действий. И перебирая их, каждый человек может подобрать для себя то действие, которое для него самое простое. А сам процесс этого перебора развивает креативное смышление. Творческие качества. Сам процесс. Но если он подобрал себе то действие, которое полностью синхронно, как бы в резонансе, у него сразу снимается стресс, и он выходит на состояние творческое. Вот я, например, рисую. Сейчас я вам покажу. Я люблю показывать свои картины заодно. Чтобы всем было интересно. Сейчас секундочку. Потрясающе. А вы с какого года стали рисовать? Я никогда не учился. Я никогда не учился, но я рисую уже больше 30 лет. Дело в том, что мне моя любимая девушка как-то сказала, пойдем к твоему другу Рахману Шахаливу. А он был шикарный цветник, один из 10 цветников выдающихся. Я говорю, а зачем? Она говорит, вот так рисует картины. Я говорю, да я же тоже могу. Она говорит, и как ты можешь? И у меня было такое напряжение, и я стал делать свои приемы ключевые. И мечтать, что я буду рисовать как великий художник. И на фоне этих приемов вдруг я заметил, что у меня появилась уверенность, что я так могу рисовать. Я взял кисточку, начал рисовать, и все начало получаться. И у меня первая выставка была буквально через год. А я вам даже, знаете, что скажу? Я даже сыну своему сказал, Лена, давай через год выставку сделаем. Он говорит, папа, а мы же рисовать не знаем. И теперь он потом тоже выставки делал. И теперь он начнет свою художник, и я. Давайте вот о вашем методе ключ поговорим. Немножечко раз, давайте вернемся на несколько, на много лет назад. Когда он появился? Как он появился? Благодаря чему появился? Я занимался одновременно гипнозом и занимался одновременно иглотерапией. Я вообще со студентских лет наукой занимаюсь. А поскольку я сумел соединить гипноз с иглотерапией, я научился вызывать у человека в гипнозе реакции в точках без иглы. То есть я просто внушал человеку, что у него в точке появляется ощущение такое, которое бывает при прямом попадании в точку. Там есть такой феномен отдачи. Там тепло, распирание, онемение, ломоты и ощущение тока. Я просто погружал человека в гипноз, и ему говорю, у тебя ток пошел по телу. И у него пошли токи, пошли именно по тем точкам, которые связаны с больными органами. Я мог там не измерять приборами, я просто человека погружал в транс, и ему говорил ток, и у каждого шло там, где ему нужно. Это было мое первое открытие, это очень было давно. А потом меня пригласили в Центр подготовки космонавтов, и мне Андреан Григорьевич Николаев сказал, у нас в космосе гипноз не нужен, нельзя, ты придумай так, чтобы человек мог сам у себя это делать. Я тогда создал модель невесомости у космонавтов в земных условиях, чтобы они быстрее могли адаптивнуться к космосу, и там, чтобы могли управлять своим состоянием. Это очень интересно, потому что, когда человек моделирует у себя состояние невесомости, я могу рассказать это подробно, но лучше я мазками такими широкими, как на холсте, картину, чтобы сразу целостное представление было. Любой человек, если начнет вспоминать ощущения близких невесомостей, ну, например, легкости, полетности, но иногда в лифте бывает, быстро едешь, и тебе так вот так вот внутри как-то все возникает. Если вспоминать, то у 30% людей через минуту начинают появляться эти легкости, ощущения левитационные, то есть руки могут всплывать, там нога может всплывать. И так появились первые приемы. Потому что я космонавтов пригласил, которые летали в невесомость, им сказал, вспомните свои ощущения в невесомости. Они стали вспоминать, и у них стали всплывать руки, ноги. И кто-то из них говорит, а у меня зуб перестал болеть, а кто-то говорит, а у меня усталость пришла. Потом я предложил группе других людей, которые вообще никогда не были в невесомости, представьте себе, что у вас всплывают руки. И они стали представлять, что руки всплывают. И у них тоже руки стали всплывать, и у них тоже усталость пришла. Вот так были созданы в 1981 году первые ключевые приемы. А теперь у нас есть в это состояние невесомости, в это состояние полета, в это состояние свободы внутри. Два входа. Один вход путем подбора приемов или действий, действий, которые синхронны к текущему состоянию. Вот, например, человека, если вспомнить, когда он плавает, если он в ритм войдет, он может тоже испытать, когда на автомате уже плывет, голова освобождается, или когда он в ритм бега войдет. Получается синхронизация, то есть вхождение в ритм, автоматически дальше он бежит, голова освобождается, и там все проблемы лучше решает. Домой приходит, и все может лучше сделать. И брату своему говорит, Костя бегает, это полезно. Но не сказал главного, что надо в ритм войти, тогда будет синхронизация. А Костя бегает, бедный, в ритм не входит, не знает об этом механизме. Потом приходит и говорит, сам ты брат такой, методы у тебя такие, наоборот, я устал больше. То есть вот это как раз таки подобрать действия, синхронность к текущему состоянию. Это все в книге есть, как подбирается, как определить. Вот это правило, принцип подбора путем перебора, который одновременно развивает личность. В книге об этом все есть. Здорово, друзья. Вот я видела, сейчас были сообщения, где приобрести книгу. Поскольку мы сегодня ведем трансляцию с Московского дома книги, это легендарный книжный магазин, в самом центре столицы находится, главный большой магазин наш. Ну и есть магазины, которые вы можете зайти на сайт, там, может, поближе к вашему дому найдете. В общем, более 20 магазинов. Есть интернет-магазин уже в сторис, у кого сейчас будет возможность, вы можете прямо сейчас заглянуть или после эфира. В сторис есть ссылочка на книгу. Она стоит 500 рублей. Не пожалеете, эту книгу нужно и каждому. Кстати, скоро будет 23 февраля, скоро будет 8 марта. Это же очень прекрасный подарок, я считаю. Я вообще думаю, это надо с детства детей учить. Я в свое время сделал видеоучебник, это было 30 лет назад, азбука саморегуляции для детей, родителей, педагогов. И там детишки маленькие, там, с первого-второго класса, и учителя, и директор школы, там, они пользовались этими приемами, и там рассказывали дети, как это им помогает. Например, девочка говорила, я вчера фильм очень страшный смотрел, мне было страшно, а я потом эти приемы сделал, покачалась просто немножко, и они хорошие с ней приснились. А мальчик говорит, а я не хотел вчера делать уроки, а потом покачался немножко, но главное знать, какой ритм, чтобы он синхронный, был текущим он состоянием. и потом смог выучить уроки. Там много детей, там мальчик был, который заикался. Он очень с большим трудом говорил, и там есть у нас ключевой стресс, представить себе, что уроки расходятся, и если им не мешать, воображать идея и рефлекс. И вот получается идея рефлекторное действие, ну, как у космонавтов, в этой самой степени. Этот мальчик потом, знаете, как бы он стал столько говорить, что его иногда перебивали, потому что у него пропал страх речи. Ну, во-первых, у нас в центре всегда обучали людей, которые стесняются, которые зажаты, которые учатся ораторскому искусству, и для них тоже полезно. Спасибо. Вот у меня такой следующий вопрос. Вы помогаете людям контролировать стресс в самых патовых ситуациях? В вашей практике бывали ли случаи, когда вы оказывались в профессиональном тупике? Какие из них, вот из этих случаев вас потрясли? Ну, у меня профессиональный тупик каждый раз бывает, потому что у меня высокая ответственность, и каждый раз, когда надо выступить или провести урок, у нас школа «Человек будущего» в YouTube-канале, касаясь их метод ключ, в этой школе «Человек будущего» из всех стран мира участвуйте, и мы создаем науку человечности, без которой, как видите, ни религия, ни искусство, ни литература не спасли от коронавида, потому что человек должен быть ответственный за свои изобретения, видеть последствия своих поступков, и вот эту науку человечности мы там сейчас создаем, и поэтому оказалось, что когда человек снимает стресс с помощью ключевых приемов, когда у него шторм в голове, а он выходит на состояние безмятежности, у него автоматически происходит самоосознание, и он начинает, ну, это называют самоиндивидуально, он начинает понимать, чего он хочет, как этого достичь, то есть он становится самим собой, а у меня очень много метафор, и там в книге тоже есть, что счастье – это быть собой, или, например, есть высшее счастье – это быть собой вместе, поэтому я очень рад, что эта книга будет соединять многих людей, и все вместе будем создавать эту науку человечности, и я очень рад выходу этой книги. Мы тоже, мы тоже очень рады. Друзья, напоминаю, что у нас уже в сторис есть ссылка на книгу, она стоит 500 рублей, поэтому можете заказать в любой уголок мира, вам доставят с доставкой, ну, конечно же, в любой город России. Следующий вопрос, и, кстати, задавайте, пожалуйста, вопросы, если они у вас есть, я буду зачитывать из чата. Ваш метод променяется для реабилитации детей и взрослых, пострадавших от терактов. Как события теракта, вот расскажите, влияют на психику человека? Ну, мне пришлось и в Беслане, и в Пиздаре, и в Каспийске, когда еще психологи не знали, как выводить из шокового состояния людей, и даже была такая байка между ними, между психологами, я же врач и психолог, что пока человек в остром стрессе, лучше его не трогать, пока не придет себе. Ну, во-первых, он в шоке, он и не слышит психолога. А поскольку я был в этих ситуациях, и мне надо было их выводить из острого стресса, то я просто предлагал им простейшие действия, которые в книге есть, и люди выходили из этого стрессового состояния, а потом уже кучу психологов МЧС и военных психологов учил. И вот когда человек получает вот этот стресс сильный, у него могут быть последствия негативные. А вот это разрушительные последствия. Да, если вовремя, его не начать контролировать, если вовремя не помочь ему выйти из стресса, потому что последствия могут быть непредсказуемые. У кого-то могут быть, даже вот сейчас он постепенно адаптировался, а через некоторое время столкнулся со стрессовой ситуацией, и у него происходит воспроизводство. Эти последствия в памяти может быть, инфаркт может быть, инсульт может быть. Поэтому я и объяснял психологам, которые говорили, что надо подождать, не трогать его, я им объяснял, чем быстрее мы научимся снимать у него стресс при перенесенных этих переживаниях, шоках и так далее, тем более гарантирован положительный результат. Поэтому метод-ключ оказался единственный метод в мире, который помогает выводить из острого стресса, и мало того, одновременно обучать человека, чтобы он сам потом мог выходить из стрессовых ситуаций. А теперь уже на современном уровне метод-ключ развился для того, чтобы и использовать энергию стресса. И когда вы мне задали вопрос, когда я в тупиковых ситуациях оказываюсь, и вот я нервничаю, допустим, вот напряжение растет, мысли путаются, как у каждого человека, то я беру радуюсь этому, потому что стресс мой помощник. Я знаю механизмы, там в книге есть механизмы перезагрузки, как можно, когда на тебя какой-то неожиданный момент, нападает, вот эта волна напряжения, возбуждения, когда ты не можешь собраться с мыслью, принять решение, нет времени. И в этот момент я радуюсь, и все могут научиться этому, читая фиву, да, как перевести эту волну стресса на решение тех задач, которые вы обычным способом решить не можете. Это очень интересная штука, очень интересная. Например, я хочу задачу решить. Ну, там какой-то проект придумать, там новый, или контент новый создать для выступления. Почему у меня в школе все время прибывает, прибывает, прибывает со всего мира? Потому что я все время даю новые приемы, новые контенты интересные. Потому что как только стресс у меня возникает, я его беру и использую для решения задач, задач, которые обычно будем решить не надо. Правильно ли я поняла, что в режиме таком, ну, состоянии стресса человек может сделать что-то большее, чем в обычном состоянии. Ну, как бы, какие-то более-таки серьезные поступки, что-то придумать, что-то реализовать. Правильно ли это? Абсолютно правильно. Вот именно. Но дело в том, что это часто бывает спонтанно. Ну, вот я приводил как-то пример, что мать, спасая ребенка, подняла вагонетку, которых пять мужиков потом на место не могли поставить. То есть стресс включил ресурсы. Ну, это бывает спонтанно. Она не может так специально сделать, когда она хочет. Ну, по какому-то другому поводу. Не может. А мы как раз обучаем в нашей школе как раз-таки и я вам очень благодарен, что в этой книге как раз-таки школа «Человек будущего». И там есть ссылка на эту школу. Это здорово. И контакты там есть. Это здорово. И это как раз-таки помогает человеку использовать вот эту волну стресса, волну вот этого кризиса, в который он иногда попадает, именно в своих интересах, как первого помощника для решения тех проблем. Ну, не только вагонетку поднимать, но и много других задач. И интеллектуальных задач, и физических, конечно. То есть ресурсы у нас есть. Просто метод, ключ помогает человеку взять это под собственное управление. Вот это значит, что как бы мы, в принципе, вы можете научить людей не входить в депрессию, а выходить очень быстро из нее с большими результатами. Правда? Конечно. И мы уже за эти годы постарались. И вот профессор Матвеев после апробации этой методики, ну, части ее, он уже в учебнике, она же и есть, метод саморегуляции ключа, уже называется синхрогимнастика по методу саморегуляции ключа для 10-11 классов российских школ. Скоро она уже будет известна детям, и дети будут пользоваться этим. Но это только части в учебнике, а в книге, конечно, больше. Ну, это очень здорово, это прекрасная миссия у вас. Спасибо вам огромное за нее. А вот у меня такой личный вопрос появился. Все-таки в каком состоянии пишутся ваши картины, потому что они, конечно, прекрасны. И вот тоже хотелось бы человеку, который не умеет это делать. Вот в каком состоянии нужно войти, в какое состояние, чтобы нарисовать картину, чтобы творчество раскрылось. Вот это самое главное. Дело в том, что когда человек в стрессе, у него работает инстинкт самосохранения. Он такой внутри эгоист, потому что он ничего не слышит, ничего не видит, у него инстинкт самосохранения би-би-диоцепеней, да, вот так классический. Когда он снимает стресс, а он человек по природе творец. Человек по природе творец, у него геном такой. И все дети, посмотрите, какие они прекрасные творцы. А потом их начинают определенным образом формировать, и они иногда теряют то, что... Поэтому у нас школа человек будущего именно для того, чтобы дать новую концепцию, и мы даем новую концепцию, как должно быть выстроено образование, система образования. Я вам хочу сказать, что можно энергию стресса трансформировать в вдохновение, чтобы писать статьи, выступления, картины. Я вам сейчас покажу одну картину, тоже я ее уже недавно показывал, смотрите, видите, она грустная. Смотрит, прекрасная картина. Очень, очень. Она грустная, а вы ее видите как прекрасная, правда же? Потому потому что свет в глазах смотрящего. Вы прекрасный человек, поэтому вы сразу видите, она не просто задумчивая, что там много глубины, душевности, но вот видите, поэтому когда человек научается управлять энергией стресса и использовать в своих интересах, он начинает смотреть на мир по-новому. Он начинает даже в тех трагедиях, которые у него происходят в жизни, находить какой-то позитив, какой-то позитив, опираясь на него, развивать гармонию с собой и с миром. Это очень важно сегодня, когда людей разобщают, расплиняют, расчеловечивают, чтобы в человеке восторжествовал человек, сопереживательность, созидательность, любовь и творчество. Как раз таки этот ключ сегодня как никогда нужен. Спасибо. Вот у меня такой вопрос. Может быть, вы нам несколько секретов расскажете из книг, как выйти из состояния апатии и подтолкнуть себя к действиям? Апатия разная бывает. Мы будем говорить не о клинической, хорошо? Потому что клинические депрессии, клиническое состояние, это немножко требует другого формата разговора. Мы будем говорить просто об усталости, например, о фрустрации. Например, человек все время отходит от того, что ему нужно делать, ему надо быть к чему-то подготовиться, начать заниматься новой деятельностью, а он все время переключается на что-то более простое. потому что мозг устроен таким образом, что он не хочет тратить энергию на то, где нет перспективы. То есть, если человек апатичен в обычном смысле слова и не может себя включить, не может включить энергию, ему надо просто подумать. Может быть, он не имеет, не чувствует смысла в этой работе подумать. Потому что энергия открывается чувством перспективы. Как только появляется надежда, что действия, которые ты совершаешь, дадут какой-то результат, моментально включается энергия. И чем выше планка цели, тем больше энергии включается. Потому что, когда планка цели низкая, на это энергия не нужна. Ну, вот так мозг наш устроен. И там есть модель работы мозга, которую я разработал много лет назад. Это новая модель работы мозга в этой книге, которую большинство психологов еще не знают, несмотря на то, что она у меня опубликовалась в предыдущих книгах частями. Но здесь она более опубликована. А в следующей книге, надеюсь, еще более будет опубликована, которая помогает не только помогать людям выходить из несчастного состояния, но и научить их, и чтобы они могли трагедии превращать в произведение. Потому что человек на это способен. Спасибо. А вот тоже вопрос у нас с чата. Сейчас секундочку зачитаю. Сегодня на меня наорал начальник, что я могу сделать, какие приемы применить? Если человек уже метод ключ знает, он может внутри себя это сделать. А если он не знает, вот я вам сейчас просто аналогии приведу. что такое ключ? Вот в Японии например кукла начальника для того, чтобы пар выпустить. А ключ позволяет моделировать этот процесс без куклы. То есть ты можешь вот на тебя наорал начальник, а тебе хочется пар выпустить, и ты вместо того, чтобы на жену на детей это выпустить, пойди в другую комнату, пока ты еще ключа не знаешь, просто смоделировать. Бой с тенью. Ты можешь просто представить себе, что вот обидчик, или ты можешь все свои обиды, все свои негодования, неисполненные надежды представить в виде начальника, или в виде груши, и колотить. Почему? Потому что когда ты думаешь, о чем думается, и делаешь, как делается, как тебе в этот момент хочется отреагировать, ты выпускаешь пар, как чайник, выпускаешь пар, и ты освобождаешься, и заходишь через 5 минут опять в эту комнату, и уже улыбаешься. Вот мои сотрудники в центре, 20 лет у меня был центр на Таганке, они всегда удивлялись. Вот, допустим, у меня какое-то напряжение, кто-то мне вот создал какой-то сбой установки, ну, позвонил, сказал, что мои надежды какие-то там, я ждал, что ко мне приедет человек, мы с ним поговорим, он говорит, я не могу, я улетаю, там еще что-то такое, я расстроен, а потом через минуту я возвращаюсь, уже улыбаюсь, и они думали, что со мной происходит, почему как-то минуту назад человек был в раздражении, и вдруг сразу так улыбаюсь, и они думали, что я притворяюсь, а потом я их стал учить, они тоже учились. Так что можно куклу начальника моделировать, можно моделировать с помощью ключа, эти элементы ключ-2 уже, можно моделировать плавание без бассейна, можно моделировать лыжи без лыж, когда зимы нету, и когда вот сейчас у нас дистанционка, там, или еще что-то, все, что человек в жизни испытывал, когда он испытывал себя хорошо, на море, на пляже, когда он ел арбуз, или там танцевал, или целовался, или у березы стоял, неважно, он может вспомнить, теоретически добавить туда движение, которое он совершал тогда, вы представляете, как интересно, вот этого никто не знает, вот психологи сейчас обычно говорят, играйте, это помогает, а тут ты играешь свою собственную игру, такого раньше не было, это только в ключе, то есть ты берешь, моделируешь ту ситуацию, так она у тебя обычно в памяти теоретически, но если ты добавишь еще и движение, будешь имитировать тот процесс, называется моделирование, у тебя происходит целостная самоорганизация в этом состоянии, и ты выскакиваешь из рутины дня, из этой бытовщины, и опять у тебя возникает то состояние, которое было в те моменты счастья, поэтому можно из оплаты выходить, из любого состояния выходить с помощью этих элементов. Вот тоже опять-таки про начальство, поддерживаю вопрос, что делать, если выживают с работы, как вести себя с таким начальником, ну тут немножечко другая ситуация, поможет ли к ним? Я скажу, я скажу, пожалуйста, пожалуйста, очень много людей, которые ключом занимаются на школе, они устроились на работу, я, кстати говоря, в свое время занимался подготовкой людей к смене профессии, к обучению на странным языкам, чтобы до занятия и после занятия пять минут применения ключа повышать эффективность деятельности. Уроки быстрее, ну, детей, это хорошо, это будет, чтобы они меньше уставали быстрее, так вот, если начальник изживает с работы, разгрузка, там есть упражнение разгрузка, она называется ключевая разгрузка, если вы нашли действия, полностью соответствующие вам, то есть такое простое, которое не требует энергии, не требует усилий, повторяете эти действия, например, шалтай-болтай, ну, дети так и делают, непроизводно, шалтай-болтай и переживаете на этом фоне, переживаете, 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 потом сели, там есть написано в книге стадия последействия, сели на пять минут, сделали рассеяние, мысли пустили на самартиок, и вдруг у вас появляется мысль, отношение спокойное, бесстрастность появляется, вот это и снирвана, которую с помощью ключа можно получить за пять минут, и вот так сидишь, думаешь, и потом думаешь, что за начальник, да что, я не найду другую работу, что ли, уже появляется обзор, то есть ты не зацикливаешься на этой ситуации, она тебя не разрушает, и ты уже можешь посмотреть со стороны, как бы ты одновременно становишься как участник события и его свидетелем, и тогда ты находишь решение, а так ты был в скорлупе этих эмоций, и не знал, что делать, и у тебя было смятение, а тут стала безмятежность, и ты нашел, поэтому ключом надо пользоваться, хотя бы пять минут в день любому человеку, особенно в большом шумном городе, надо научиться, сбрасывать в себя напряжение лишнее, выходить на состояние внутренней гармонии, вот это состояние нуля у нас называется, и в этом состоянии побыть самим собой, потому что нам же не дают быть самим собой, все время звонки, телефоны, какие-то рутины, что-то надо делать, а здесь в этот момент ты остаешься самим собой, и тут тебе природа, тебе подсказывает, что тебе нужно сделать. Отлично, спасибо, друзья, вот напоминаю вам о том, что сегодня мы презентуем абсолютно новую книгу, метод ключ от комнаты страха твоего мозга, заставь стресс работать на тебя, в ссылке нашего профиля, MDK, нижнее подчеркивание, букс, вот здесь, наверняка вы увидите эту ссылочку, есть в сторис уже ссылка на книгу, целый пост, и вы сможете по этой ссылке приобрести книгу в нашем интернет-магазине, интернет-магазин называется «Московский дом книги», 500 рублей стоит волшебная книга, которая поможет вам избежать стрессовых ситуаций, поможет добиться результатов, находясь в таком... И подготовиться к стрессовым ситуациям, антистрессовая подготовка, превентивная, к экзаменам, к соревнованиям, к выступлениям, заранее подготовиться, ну и еще раскрыть в себе творческие способности, начать рисовать, писать стихи и прочее. А я хочу еще одну картину показать. Ниже можно опустить? Еще, еще пониже, 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 потому что мы... Ага. Так, ой, красиво. Теперь можно повыше. Потому что она вся не входит, конечно. А видите, там окошко какое теплое. Это снег идет теплый такой. И там окошечко. И прямо хочется туда войти, в эту комнату, согреться от снега. Это ночь перед Рождеством. Я хочу сказать, что человек, владеющий ключом, он может в любой деятельности делать работу с любовью. Вот это важно. Потому что, когда человек делает что-то с душой, вот это и есть одухотворение. Тогда у него все получается хорошо. А для этого надо научиться снимать зажимы нервно-мышечные, раскрепощаться. Вот это слово раскрепощение очень важное. Зажать и снять, освободить себе творца, получить вдохновение. Этим занимался Михаил Чехов, этим занимались все великие педагоги Сухомлинский, Макаренко. Все занимались этим. Но тогда технологий не было, а сегодня есть. Вот у меня, я хочу сейчас еще задать последний вопрос. Друзья, если у вас есть вопросы, пишите в чате, я тоже обязательно зачту. Сейчас тема физического и психологического насилия как никогда актуальна. Сможет ли ваш метод помочь человеку справиться с абьюзом, с манипуляцией, с давлением со стороны? Конечно, потому что у нас манипуляции со стороны в принципе окна Агартона, НЛП применяются в политтехнологиях и так далее. На самом деле, если человек сам умеет выйти из транса, впечатление, гипноз это что такое? Это фиксация, это впечатление. Посмотрели тяжелый фильм, и вы неделю не можете уснуть. Это впечатление, это доминанта. Доминанта. Если вы научились выйти из транса и сознательно входить в транс, поставив себе новую задачу какую-то, чтобы ресурсы включить, в жизни мы и так. То в трансе, то не в трансе. Вот это вот качание происходит спонтально. На нас влияет комплимент, на нас влияет начальник, который нас поругал. мы все время в какой-то зависимости. То попадаем под впечатление, то выходим из впечатления. То в трансе, то не в трансе. Ну, я говорю образно, да? А если человек научается с помощью ключа, это не потому, что я агитируюсь за метод. Боже упаси, я просто механизм объясняю. Если он научается осознанно делать то, что у него обычно происходит спонтанно, то он управляет уже собой и управляет уже ситуацией. и поэтому у меня там в канале YouTube Хаса Алиф Метод Ключ написано в описании, что метод ключ основан на инстинктивных, спонтанных действиях человека, которые человек и сам делает. Но все упражнения осознанные уже становятся для него гармонизирующими. Потому что человек и так это все делает. И так вот я про маму, которая вагонетку вытащила, говорил. И так спонтанно будет все это делать. Имея ключ, он все это может делать сознательно. Спасибо огромное. У нас спрашивают, а Белоруссия можно не доставить книгу? Да, можно доставить книгу. Заходите к нам в аккаунт Московского дома книги. В сторис уже есть ссылочка на интернет-магазин. Там заказывайте. Насчет Белоруссии у нас же из разных стран в школе человек будущего участвует. И как раз таки мой помощник, друг Наташа Кузьмина тоже пишет книгу. Она про ключ пишет, и она скоро будет написана. Она в Белоруссии. А у нас из других стран много людей, которые участвуют в школе. И каждый теперь, когда он научается методу ключа, принципам, подбора путем перебора, подключу, сам создает приемы. Поэтому, прочитав книгу, каждый сможет научиться не только снимать стресс, не только настраиваться к предстоящей деятельности, но и сам будет изобретать себе новые и новые приемы, которые ему ближе и ближе подходят. И поэтому метод развивается, и я всех приглашаю к этому сотрудничеству. И особенно к сотрудничеству над созданием науки человечности. которая нас спасет от будущих кризисов, от будущих пандемий и так далее. И я очень благодарен издательству АСТ, что там есть указания на нашу национальную идею, на манифет, в котором имя этот ключ, и как сделать так, чтобы человек был обезопасен, чтобы был надежно гарантирован, чтобы сократить кризисы и войны на планете, сохранить разум на земле. Я очень благодарен вам, что вы эту работу сделали. И наш литературный агент Невил Залибов, который нас свел, я ей очень благодарен. Очень благодарен. А мы благодарим вас и ваших зрителей за прекрасную встречу. Спасибо всем, кто у нас был на прямой связи, сдал вопросы. Спасибо Хасай Алиев за вашу книгу, за ваши методы. Будем использовать, будем бороться, не знаю, правильно ли я сказала, доказано бороться, но справляться со стрессом. Использовать энергию стресса в собственных интересах. Здорово, да, точно. Спасибо огромное за встречу. Благодарим, до свидания.